Уже около 10 лет профконкурсы выявляют лучших специалистов предприятий СОЭК в Хакасии. В нынешнем году площадкой регионального конкурса стала территорией энергоуправления. Помимо хозяев здесь собрались победители отборочных соревнований на разрезах Черногорский, Языгский, Восточнобейский и обогатительной фабрики. Всего 20 энергетиков. Нам очень повезло, что такая большая компания у нас, с которой мы работаем, которая уделяет внимание развитию человека, его подготовке в плане техники безопасности, в плане профессиональных навыков и знаний. Среди участников только специалисты своего дела. К примеру, Денис Блохин трудится на Восточнобейском уже 8 лет. За это время не раз становился лучшим в подобных соревнованиях. Полезно для повышения профмастерства, на общении с другими людьми, коллегами, узнаем что-то новое. Всего в конкурсе 6 площадок. Работники СОЭК показывают то мастерство, которое необходимо в повседневной работе. Быстрота и качество – главные критерии конкурсных дисциплин. В этом году не обошлось без новшеств. К примеру, капитаны команд сражались за право быть лучшими, устраняя возгорание в электроустановке. Работу энергетиков оценивала жюри. Посмотреть, как работники в случае возгорания в электрооборудовании, в электроустановках на первоначальных этапах могут какие действия. В первую очередь, посмотреть, как они пользуются первичными средствами пожаротушения. И при этом оценивают обстановку технику безопасности в первую очередь. Потому что огнетушители у нас тоже, если это углекислотные, то они у нас имеют температуру минус 70, огнетушительные вещества, и могут получить обморожение. То есть смотрим, используют ли они перчатки. Нешуточная борьба развернулась на этапе ликвидации повреждения на воздушной линии электропередач. Здесь за короткое время нужно было правильно закрепить провода на опоре. Качество монтажа воздушной линии сказывается на работе энергооборудования, на работе горного оборудования, а также на безопасности людей и безопасности транспортных средств, которые проходят под данными воздушными линиями. Чтение электрических схем, проверка знаний по нормативно-техническим документам в электроэнергетике. Также отдельной строкой в оценочном листе жюри правила техники безопасности, в том числе умение оказать первую помощь пострадавшему от электротравмы. Работники всегда тренируются при поступлении на работу, они сдают нормативы по оказанию первой помощи. И далее систематически проводятся такие тренировки в условиях здравпункта и в условиях предприятия. Я за такие соревнования. Они вообще хорошая вещь. Вознаменование в преддверии Дня Шахтера. По итогам конкурса в командном зачете первой стала команда энергоуправления. По традиции победители проводят соревнования в следующем году. Главный приз в личном зачете забрал уже знакомый нам участник от команды Восточно-Бийского разреза Денис Блохин. Ему достался денежный сертификат на 50 тысяч рублей. Татьяна Лапуц, Александр Стердюк, РТС.